Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую! Мы продолжаем свой проект, посвященный предстоящему выбору Народных Урал. Сегодня заключительный день. Если бы, по-моему, Николай Иванович, если было бы однодневное голосование, то был бы сегодня день тишины. Поскольку голосование трехдневное, дня тишины нет. И мы записаны заключительное видео в рамках нашего проекта. В гостях у нас Николай Иванович Нуров, вице-спикер Народного Хурала Республики Калмыкия, кандидат в депутаты, сейчас лидер списка местного отделения КПРФ. Николай Иванович, поприветствуйте наших. Добрый день, уважаемые избиратели, земляки. Я вас всех приветствую перед, скажем, последний день, перед будущими событиями, которые пройдут у нас в течение трех дней у нас на территории Республики Калмыкия. Ну, прежде чем говорить о предстоящих выборах, ну, о завтрашних уже, да, я бы хотел, чтобы вы, как действующий вице-спикер Народного Хурала, руководитель фракции, подытожили, да, наверное, эти пять лет работы именно в этом составе. Что вам запомнилось? Какая вообще была атмосфера? Отличался ли этот срок депутации от предыдущих? Вот так вот. Ну, если политическая картина за этот пятилетний срок? Глава у нас новую. Ну, я хочу сказать, в принципе, законодательный представительный орган Республики Калмыкия, Народный Хурал-парламент Республики Калмыкия, заканчивает, будем говорить, да, созыв. Вот, и мы буквально на днях у нас изберется новый созыв. Что хотелось бы сказать о том созыве, об уходящем созыве? Он был, значит, избран по партийному списку. В соответствии с этим, значит, прошло три партии. Большинство, естественно, не будем говорить, у кого было, значит, у нас было четыре человека, и два депутата было от справедливости России, да. Что хотелось бы сказать? Я бы не хотел останавливаться на работе, скажем, по фракции и все остальное, я хотел бы сказать о работе всего Народного Хурала Республики Калмыкия. Почему? Потому что позиция вообще у коммуниста, и моя такая позиция, что итоги надо подводить за весь Хурал. То есть мы отдельно, каждый депутат, или, скажем, каждая фракция не принимает законы. Конечно, я по этому спрашиваю, потому что законы принимаются общим, значит, голосованием, большинство принимается, а есть такие, значит, изменения в законах, где принимаются двумя третями, вот, то есть конституционным большинством. Поэтому в этом ситуации судить о той работе я могу сказать только о всей фракции, от всего Народного Хурала, да. Ну, что хотел сказать? Конечно, отмечать работу очень сложно, потому что, вы знаете, на фоне того, что у нас происходило в последние, значит, годы, отмечать о том, что Народный Хурал работал эффективно, очень сложно говорить, но объективности ради нужно отметить, что те законы, особенно в пандемийный период, которые принимались, значит, на Народного Хурала Республики Калмыкия, я считаю, что это будет несправедливо, что отметить. Это, естественно, конечно, принимались законы, значит, на местном, на республиканском уровне для улучшения ситуации, значит, для дополнительного финансирования и детей, и малоимущих, значит, по лекарственным, значит, так, обеспечения очень много было принято решений, по которым, значит, некоторые наши предприниматели, да, или, скажем, там, организации, которые занимались лекарственным обеспечением, их там, для них была помощь какая-то сделана. Дополнительно были выделены средства из федерального бюджета, так, и из, значит, местного бюджета для поддержки заработного врачей, которые находились в красной зоне. То есть, и для тех людей, которые пострадали в этот период, то есть, оказались больными, для них оказывалась помощь. То есть, говорить в этом отношении, что законодательный, представительный орган Республики Калмыкии там сидел в стороне, там, и отсиживался в окопах, этого нельзя делать. Нужно отметить, что вот эти законы, которые для поддержки людей, они принимались единогласно. Это объективность ради, можно сказать. Более того, я хочу сказать, что ряд законов, ряд законов, они на сегодняшний день, и это нужно дать должное, они изменили ситуацию вообще, значит, в малом и среднем бизнесе Республики Калмыкии. Я только приведу один закон. Это, вернее, изменение в одном законе. Это, значит, мы, Народный хуал Республик Калмыкии, значит, УСН, да, налог на УСН, значит, изменили, это было 6%, на сегодняшний день это 1%. Это было введено с 21-го года, вот. И в 22-м году мы получили дополнительно, получили 1 миллиард 200 миллионов. То есть уже есть. Это уже есть. В 2023-м году, значит, так, мы уже на сегодня до 8 месяцев получили 1 миллиард 830 миллионов дополнительных средств, значит, бюджет, и половина имеет в виду бюджет сегодня, это районы муниципальных образований, и 50% это бюджет Республик Калмыкии. Как консолидированный бюджет. Да, до конца года предварительно, плюс-мимос, это будет 2 миллиарда 400 миллионов. То есть 2,5 миллиона, да? Ну, понятно. То есть вы хотите сказать, что Народный хуал, вот, уже предыдущий, да, созыв отработал достойно и качественно, а во благо народа? Нет, я хочу сказать, качественно или как там, понимаете, в чем дело. Я хочу сказать, те положительные моменты отмечаю. Конечно, каких-то очень много проблемных вопросов, которые решались, но, к сожалению, например, у нас мало, так сказать, фракций или людей для того, чтобы прям переломить ситуацию, но, тем не менее, наш голос всегда был слышен. Мы говорили там по тем проблемным законам, которые у нас для Республики, они являлись бы в худшайшей жизни наших людей, значит, мы, конечно, голосовали против. Мы-то открыто говорили, то есть, оставили свою позицию. Естественно, большинство было за определенной партии, и тут уже ничего не сделаешь, понимаете? Так принят закон, так избирались мы раньше. Вот, поэтому говорить о том... Но, тем не менее, у нас, например, фракция работала, в общем, довольно-таки плодотворно отработала. Мы приняли и помогали принимать и этот закон по налогам на УСОИ, значит. И, кстати, я хочу отметить, что над этим законом, значит, работали почти целый год. Этот закон не принималось буквально раз-два и взяли и приняли. Нет. Это работало в Министерстве экономики, нужно тут отмечать, в Министерстве финансов, все фракции депутаты работали, потому что у нас были споры, и очень много было споров. Консультации с новыми веками. Консультации, конечно. Это не просто так закон принимается, потому что мы отменяем один закон, и, естественно, выпадающие налоги появляются, и все неудумея спрашивают. Мы вот принимаем, а он будет работать или нет? Поэтому для этого необходим был целый круг людей, отраслевых министерств. Более того, должны быть эксперты, которые сказали, ребята, вы принимаете это решение, не принимаете. Я вам откровенно скажу, например, федеральная служба, налоговая служба, например, по республике Калмыкия, она скептически относилась к принятию этого закона и сказала, что ухудшаете ситуацию, значит. Ну, для них это, конечно, было большое. И у них еще сейчас много работы. Да, конечно. Тем не менее, значит, вся народных Урал, значит, правительство в том числе, значит. Тут просто надо объективно говорить, то есть те очевидные вещи, которые произошли, они должны быть, а о них надо признавать. В целом, значит, я хочу сказать, конечно, недомолвки какие-то, недоразумения, да, как бы, скажем, взаимоотношения иногда складывались, ну, скажем, нетерпимо так было, значит, да, но Урал – это единый орган. Все сети, наверное, будут горячими. Да, 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 вы в сетях это все видели в интернете, значит. Но Урал – это единый орган, значит, есть такое понятие, да, демократический централизм, то есть до принятия, до принятия, ты имеешь право высказать все свои сомнения, там, или наоборот, говорить о том, что, например, ты считаешь, что это правильно, значит, и так далее, так далее. Но существует большинство должно подчиняться, то есть меньшинство должно подчиняться меньшинству. Все, это закон. Иначе будет, вы не измените, это демократический централизм, его применяется вообще во всех мировых, значит, представительных, там, законодательных органах, да не только законодательных представительных органах, в общем-то в рамках этого, в уставах это прописано, значит, в любых предприятиях, учреждениях. Я бы хотел сказать еще о том, что, конечно, в последнее время нападком со стороны наших избирателей подпадаем не только калмыцкий парламент, но и другие парламенты законодательные, в том числе и высшие законодательные органы Государственной Думы. К сожалению, нам приходится при всех той ситуации, которой хотелось бы там многие законы принять для улучшения жизнедеятельности наших людей, граждан и всего остального, но, к сожалению, тот бюджет, который у нас предусматривается, к сожалению, такого нет. Буквально на 1 января 2023 года у нас было 8,5 миллиарда долгов, и в том числе у нас налогов, не налогов, доходов были тоже на эту сумму. То есть мы выходили по нулям. Развиваться в этой ситуации, экономику развивать свою, настраивать производства какие-то и все остальное, просто невозможно. То есть на сегодняшний день без помощи федерального бюджета и все остальное, конечно, это невозможно делать. Что для этого необходимо делать? Конечно, должно быть грамотное, профессиональное, мужественное правительство Республики Калмыкия. Туда должны были подобраны люди, которые сегодня могут подготовить, сделать программы и убедить правительство Российской Федерации, каким образом мы будем развивать свою республику. А если, извините меня, там с заявочками, какими-то записками, значит, какими-то письмами, ну вы меня, извините, нас не серьезно вообще воспринимается. Должна быть комплексная программа, хотя бы даже отраслевая. Ну а если, например, у нас в республике есть комплексная программа развития Республики Калмыкия, и ПАЭР, значит, нет, не ПАЭР, это совершенно другие вещи. И ПАЭР, это и ПАЭР, там, это, как сказал наш один из кандидатов в депутат, Ирн Женов, это просто, знаете, пособие для инвалидов называется. Он, в принципе, в этом прав, как экономист. Он такую хорошую метафору привел. Да, поэтому я считаю, что он в этом деле прав. Необходимо, чтобы нас поверили и знали, что республика будет развиваться, на сегодняшний день готовить, ну, скажем, хотя бы на сегодняшний день, да, этот план должен быть. И он должен находиться не здесь у нас, а он должен находиться в Российской Федерации. Нами разработано. Разработано, и он должен таким образом смотреть. Ну вот у Калмыков есть, в Республике Калмыки есть такая программа, значит, давайте мы им поможем. Поэтому в это отношение я считаю, что и эта программа должна утверждаться, значит, первое, что необходимо, это, естественно, должна обсуждаться, типа, как чуть ли не дифферендуем должна обсуждаться, всеми людьми. Просто люди, лично каждый житель Республики Калмыки должен знать, что Республика сегодня в течение трех-пяти лет собирается делать. А не так, например, на сегодняшний день что-то делается, никто об этом не знает. Ну, на сегодняшний день я могу привести, значит, как говорят, такой пряник, да, правительству сделать. Они почему-то молчат, не говорят о том, что ситуация на сегодняшний день в экономике Республики, особенно на муниципальном уровне, выравнивается. Почему-то об этом никто не говорит. То есть, про то, что я говорил, значит, мы приняли налог, налог изменили, значит, с 6 до 1, значит, так. На сегодняшний день из 13, из 13, значит, муниципальных образований Республики Калмыки, значит, так, вышли на профицит бюджета. То есть, от 30 до 60 миллионов, значит, районные муниципальные, значит, образования имеют, значит, профицит. Ну, это свободные остатки, вы понимаете, да? Это из 13, единственное, значит, у нас район, это Черезмельский район. Ну, там у Есинского района есть проблемы, но у Есинского района идет на тенденции, то есть у него такая тенденция положительная идет. Правда, есть проблемы по городу есть, но проблемы по городу существуют. Если у нас в районах профицит получается, вот мой вопрос. А за счет чего я сказал? И в таком случае у нас тогда почему госдолг все равно увеличивается? Вот мне недавно опять увеличился вот этого. Нет, ну, на сегодняшний день, вы знаете, у нас бюджет, во-первых, есть муниципальный бюджет, да? Он отдельный, есть государственный бюджет республиканский. Он же консолидированный. Нет, 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 там еще, если, например, там неправильно, значит, то есть у государственной нашей республики есть свои долговые обязательства, значит, так. То есть это государственный долг, по-моему, миллиарду, а еще есть муниципальный долг. Это, ну, я не знаю сейчас сколько, например, но это, примерно, только 600 миллионов. У нас, например, долг по городу довольно-таки очень серьезный. Хотя я хочу сказать, что, например, некоторые депутаты Елисинского городского собрания, которые идут, значит, сегодня... Сказали, что у них увеличивается. Да, они говорят, там, что-то не пять раз увеличились, но они путают вещи, значит, налогу, недологу, доходы, собственные доходы. И существует, как вы сказали, там, при консолидированном бюджете, значит, у нас есть ответственность федерального бюджета, значит, но имеете в виду, это социальный блок, который, значит, ежегодно, это медицина, это образование, культура и так далее, и так далее. Владимир Владимирович, вот мы уже переходим к обсуждению непосредственности ритуации политической, ну, экономической, да? Но я хочу задать вопрос, вот, вот, у меня, вот, хотел бы, чтобы вы, как бы, оценили, подвитожили работу межфакционной депутатской группы, поскольку вот она в этом, в нынешнем пока, в СОЗОВе была создана, я так понимаю, что это такая первая практика у нас в Республике Калмития, и, ну, я, не знаю, в регионах других, в настоящее время я не слышал, что такое есть. Как вы оцените вообще, вообще создание самой этой межфакционной депутатской группы и ее работу, то есть, вот, за этот период? Вы знаете, вообще, в Российской Федерации межфакционная группа, которая создается не руководством, значит, парламент, там, или Государственного Думы, это вообще впервые у нас Республика создалась. Впервые? Да, впервые. Просто никогда такого не было. Нигде, ни в одном, значит, парламенте, ни в одном законодательном собрании на Российской Федерации такой межфакционной группы нету. И понятия такого в него нет? Нет, межфакционная группа существует. Его создают руководство для исполнения, например, парламент контроля, например, еще каких-то вещей, встречи с зарубежными, взаимоотношениями с зарубежными законодательными собраниями и так далее. Она существует. Но такая, как была у нас Республика Калмыкия, это вообще нигде нет. Это у нас только Республика Калмыкия. Это феномен вообще, в принципе. Почему пристальное внимание многих, тем более около наших соседей, которые у нас есть, звонили, обращаются, они следят за нашей деятельностью. Но это не говорит, например, о том, что создание такого понесет негативное какое-то явление. На сегодняшний день мы сегодня констатируем тот факт, что межфакционная группа внесла в работу всего парламента положительные, эффективные методы работы. У нас были споры. Мы прекрасно знали, что у нас, например, 6-8 человек не смогут переломить ситуацию. Но мы в любом случае оказывали давление, которое положительно сказывалось на принятии законов, на изменения законов и так далее. То есть общая атмосфера в Хурале Республики Калмыкия начала давать какие-то оценки, какие-то положительные рефлексы, которые испытывают те же депутаты. Ну, условно говоря, например, когда принимали федеральный закон о языках, где, значит, родной язык переносился на факультативный, значит, мы, значит, ну да, я выступал по этому поводу и сделал заявление, что мы не поддерживаем этот закон на уровне, значит, представительного органа Республики Калмыкия, значит. Вы знаете, когда я был, да, вы, наверное, видели, когда проголосовали, проголосовал против, значит, 13 человек. Значит, председатель был... Это же пятый Сузов, да, Николай Ильич? Это вот... Пятый Сузов, да. Не Сузов, да, да. Председатель вынужден был переголосовывать его. Понимаете, в чем дело? Тогда, конечно, ломанулись, но, к сожалению, там, значит, они переломили. Но вот такой исход, потому что мы почувствовали, что внутри, среди многих депутатов, да, существует не партийная принадлежность, не партийная дисциплина, а вот вещи, которые мы должны представлять избиратели наших. Принципиальные. Принципиальные, да, вопросы. Мы поняли, что они дрогнули, например. Ну, это... Много было таких примеров-то. Когда, например, парламент, мы поняли чувствовали, что внутри парламент, внутри каждый депутат, например, совсем по иному, значит, смотрят на эти вещи. Поэтому я считаю, что межфракционная группа свою роль выполнила. Выполнила она, я считаю, что она была такой позитивной, внесла, значит, так. Но я не сказал, что она вольности какие-то допускала. Вы знаете, что все мы относимся к фракциям, да. У нас есть партийная дисциплина и все остальное. Но межфракционная группа свои вот эти партийные, там, программные вещи поставила выше, значит, проблемы наших жителей. Избиратели, в конце концов, потому что это было очень важно. То есть, мы начали приходить к тому, что в первую очередь вопросы мы должны решать наших избирателей. Я помню, мы с вами занимались, когда проблема была по отсутствию кормов, помните? Да, в том числе по отсутствию кормов. Значит, мы же не просто так сказали, а, давайте мы напишем и все. Нет, конечно, до этого были консультации. Мы ждали, когда, например, руководцы республики... Мы выезжали на место. Да, выезжали на место, выезжали, посмотрели. Мы ждали, когда руководцы, подсказывали, и правительству председателя, и министру сельского хозяйства. Ребята, вы там шевелитесь, а то ситуация очень сложная. Дело в том, что мы сказали, если, например, на сегодняшний день не было необходимости, значит, полностью проводить компанию, значит, так, осеменение, да, в связи с тем, что маточное поголовье ослабшее, да, куда вы ведете? Они же просто погибнут, не получим мы ягнят, мы не получим, и маточное поголовье погубим просто. Не сохраним. Не сохраним. Они слабые были и все остальное. Ну, не послушали нас, пошли. Тогда у нас было принято решение обратиться напрямую, значит, к президенту Российской Федерации. Потому что мы понимали, что такое скот для ревотноводства, для республики Калмыкии. Да, конечно, мы перепрыгнули с дела, но на сегодняшний день, давайте честно признаемся, о том, что животноводы на сегодняшний день, они просто сказали, если бы не вы, ребята, мы бы, наверное... То есть, такая обратная связь есть уже? Конечно, есть. Конечно, есть. Календарь Ильич, ну, переходим непосредственно к выборам. Как вот все закончилось, да, почти предвыборная кампания, агитация в последний день сегодня? Как вообще оцениваете, знаете, как оцениваете, сейчас скажу, настроение именно этих выборов? У вас очень огромный опыт, и мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали. Как вообще в республике настроение в связи с этими выборами? В том числе, вы как лидер списка, как прокомментируете? То есть, какое настроение у людей перед выбором? Ну, вообще в республике, там, оно там... Опять ждут войны, когда с первым году, или все будет спокойно, или как-то вот... Да нет, не сказал бы, что... Ну, как война, как война. Есть закон о выборах, значит, Народных Уралов Республики Калмеки. Есть закон, значит, об избирательных объединениях, есть закон об избирательных комиссиях и так далее, и так далее. В рамках этого закона надо работать. И не надо... В 2021 году тоже был закон о выборах Госдумы. Нет, это моя позиция. Значит, надо работать в рамках закона, значит. Разные там какие-то журнические методы и все остальное, значит, они приводят к тому, что люди... Вот посмотрите сейчас вот... Они же смотрят на нас и говорят, журники пришли, журническим образом выиграли выборы. То есть легитимность власти, она для них не является такой первостепенной. Они говорят, а вы жулики, вы так сделали. И мы на вас не надеемся, и все. Вам веры нет. Вам веры нет. Но это нельзя так делать. Потому что, ну как так, люди и так живут в таких условиях, тяжелейших, тем более, республик Калмыкия, значит. Мы об этом прекрасно знаем, что у нас безработица очень высокая, значит, в экономике есть проблемы, значит. У нас отягощенный, значит, бюджет республик Калмыкия. У нас, к сожалению, на сегодняшний день проблем очень много. И это все влияет на жизнедеятельность людей. Понимаете? Это заработная плата и так далее, и так далее. И в этой ситуации, плюс к тому еще, так, журническим методом приводить выборы, значит. Ну, вы меня извините, но что тогда людям делать-то? В этом отношении позиция у коммунистов, она всегда была и есть, значит, необходимо пригодить в рамках закона. Честные. Честные должны выборы. В принципе, у нас доходило до того, что нас приглашали там участвовать какие-то в левых движениях, все остальное. Значит, мы говорим, нет, мы на эти вещи не пойдем. И мы никому нигде не говорим, чтобы, не дай бог, чтобы вы на это пошли. Не дай бог. Примеры, они есть и существуют. Необходима фактура какая-то, значит, мы это предоставим. И у нас есть возможность выйти, значит, на федеральные каналы, на федеральное телевидение, значит, так, с учетом нашей фракции Государственной Думы. То есть мы можем это сделать и сказать, что вы, к сожалению, неправильно поступаете, нарушаете законность. Прозрачность выборов должна быть обеспечена не партиями, а теми законами, теми людьми, которые, значит, проводят выборы, уполномоченно проводить выборы. Что касается настроения, конечно, нужно отметить, и мы все заметили, что выборы проходят, скажем, таком, на КАА, да, как все хотели, значит, или еще что-то, такого нет. Ну, это, наверное, скорее всего, сказывается и специальная военная операция, значит, почему? Потому что у нас близкие, родные наши, значит, находятся на территории Украины, воюют, значит, погибают, к сожалению. Если они в этой ситуации, как бы, знаете, все это делать, ну, по крайней мере, мы посчитали, знаете, это неуместным. Мне кажется, все-таки, кто-то хочет на этом сыграть, таким образом, да, вот там, тему раскручивает. По крайней мере, наши оппоненты так делают, и мы не скрываем, ну что, ну, у них такая позиция, давайте будем так думать. Мы посчитали, что таких заявлений или еще что-то, да, тем более, все-таки мы самая опытная партия, значит, так, у нас более 100 лет истории, значит, опыта и грандиозных таких свершений у нас. Мы знаем, о чем говорим, и мы знаем, что делать. В принципе, я просто один пример приведу. Республика Калмыкия, республика Калмыкия начала после депортации калмыцкого народа, начал восстановлять 60-е годы. Ну, условно говоря, если откровенно говорить, 65-го года, значит, 25 лет, это 90-е годы, 90-е годы. И вот я просто хочу сказать нашим телезрителям и нашим избирателям, вам не надо никуда ходить, просто, значит, сравните 65-е годы, 90-е годы, значит, и 90-е годы, 2023-е годы. Одинаковые периоды. Вот почти одинаковые, даже больше 93-й. И поставить в персов вопрос, что сделано тогда и что сделано сейчас. Все. И, конечно, были до 65-го года, естественно, воспринимается очень тяжело, для нашего калмыцкого очень тяжело воспринимается. Ошибки эти были. Но мы сегодня от них не отказываемся. Мы понимаем, что перегнули где-то и что-то сделали. Но не забывайте о том, что, например, мы совершенно другое поколение. Совершенно другое поколение, значит. И говорить, груз, по крайней мере, мы все-таки груз все равно несем. Тот, который... Ответственность, конечно, есть. Я просто хочу избирательно сказать. Вот все партии говорят, требуют там, и от кого-то там правительство, вообще не поймешь от кого, значит. Увеличивать два раза заработную плату учителям, значит, там. Потом увеличивать два раза, там, врачам, значит, увеличивать. Врачей надо было больше, значит, у нас. Ну, в принципе, в Штатах у нас хватает и все остальное, значит. Заработная плата хромает, но достаточно вообще. Просто самих вживую людей этих нет. Заработная плата до того такая маленькая, что люди туда не идут. Жить на такую зарплату, конечно, у нас в республике нельзя. Дорожание идет. И, в принципе, вот этот мизер, что добавляется, инфляция съедает и все. В том числе, вы знаете, да, переезжает она. В том числе, значит, перебежать темпами, тарифы растут, ЖКХ, значит, так. Ну, нельзя обходить ту ситуацию, что монополисты сегодня, значит, так, особенно по электроэнергетике, они давят. Смопотребление. Конечно, они давят. В первую очередь на кого? В первую очередь, естественно, конечно, на население наше. И в этом отношении, мне кажется, все-таки, надо просто подходить к этому, значит, так. Ну, ответственно. То есть, заявлять, предвыбранный в своей программе, значит, так, о том, что мы что-то сделаем, конечно, это абсурдные вещи. Потому что, вы мне извините, все же, у нас очень грамотные избиратели. А вот уже не поверили. Конечно. А ну, откуда у нас изменить, когда у нас такой долг, как можно увеличить, там что-то делать? Нам что, кто-то прилетит, скинет сюда горы золота или еще что-то? Ну, это же глупо. Надо просто те источники, которые у нас сегодня существуют, надо с ними работать. В обязательном порядке. Еще один хочу пример привести, чтобы, например, было понятно. Вот сегодня у нас вода и электроэнергия являются таким камнем преткновения ко всем, в том числе к экономике, в первую очередь, естественно, да? Камень преткновения. Я вам приведу пример. Когда говорят, что коммунисты, это вот они там болтуны и все остальное. Но мы не болтуны. Я же говорил там, 65-й год и 90-й год. Значит, к этому времени мы добились, в конце концов, ну, я говорю, мы, не я же, конечно, да, я имею в виду, коммунисты, значит, под руководством Коммунистической партии, по крайней мере, Калмыцкий обком КПСС, председатель правительства, значит, республики. Они добились строительства канала Волко-Чеграй. Канал Волко-Чеграй решал все наши вопросы. В том числе, значит, этот канал был не для Калмыкии вообще, он был для Юга России предназначен, значит. Ну, посчитали... Межрегиональный? Да, совершенно верно. Он был судоходный канал, кстати. Вот, это 100 метров было зеркало. Поэтому его начали строительство, началось. Шагающие эскаваторы пришли, значит, и так далее, все это началось. Потом начались движения о том, что вот, мол, в связи с тем, что построят канал, наши все сайгаки, все там помрут, и так далее, и так далее. Приехал академик, по-моему, Яблочков, он представлял, по-моему, какие-то зеленые, какие-то зеленые или что-то такое. Он приехал, сел на самолет, облетел, значит, Волко-Чеграй и пришел, сделал вывод о том, что, ну, на правительственной комиссии, что его нельзя строить, в связи с тем, нарушаются экологии, и так далее, и так далее, и так далее. Все, канал прекратили, не стали строить. А сейчас вопрос стоит, каким образом. Ну, вы же представляете, на уровне правительства Российской Федерации, все понимают сегодня о том, что в республике Калмыкии без воды мы не сможем развиваться. Второй аспект. Значит, строительство атомной электростанции в поселке Малой Дербеты. Значит, был разработан проект. Проект был 50 тысяч, должен быть, городок был построен там. Значит, мы, как Советского строя, в то время работал в Советского строя, мы были подключены к этому строительству, так. Было совещание Малых Дербетов, там приехали почти все отраслевые министры, которые отношения имеют к этому, значит, к атомной энергетике. Правительство Российской Федерации, когда РСФСР называло это, и проект туда, у нас было, там было совещание, большое совещание, на котором нам уже был представлен, значит, директор этого, нового строящего атомной электростанции. Он был зам по науке, сейчас скажу, в Саратовской области, Балашиха или где там электростанции, я сейчас не вспомню. Он там, или Энгельс, там был зам по науке был, молодой парень, доктор наук, нам его представили, сказал, вот, директор строящего комбината. В СССР начал строить, вот вы, молодые ребята, когда были, там огромный железобетонный завод строился, его сейчас, я не знаю, там кирпичный завод из него делали, там, да. Там началось строительство, значит, этого микрорайона, там вот сейчас, давайте, когда же дома стоят, вот это вот пространство, где не построен, до дороги, значит, и вплоть туда, где выезд, это все из пятиэтажек. То есть, начали строительство. Все началось, строительство началось. Вдруг, значит, появляется, значит, демократическая партия, там, зарождается, и они начали, значит, поднимать такой вопрос, там, экология, так далее, так далее, значит, и наши местные ребята начали поднимать митинги, особенно среди молодежи, о том, что, значит, атомных социалов в Калмыкине нельзя строить, потому что она вредная, и так далее, и так далее, и так далее. В 90-е годы? Ну, да, это было уже 80, ну, где-то 89, 89, где-то 90-е годы было, значит, 89 или 88, я уже не помню, значит, ну, тогда это не один год началось, значит, начались митинги, все остальное, ну, у нас, вы знаете, я сейчас не хочу называть фамилии, это очень уважаемый человек у нас в республике, не только в республике, но и в России тоже, значит, он почему-то где-то там сказал, говорит, нам этого не надо, значит, атомных, мы кизяком будем топить, значит, и типа такого, значит. И, в принципе, естественно, конечно, она пошла на спад, поддержка и так далее, молодежь воздушевилась, поставили вопрос, и тогда, я помню, еще лакция Гаман-Живистова Бадмахалкаев, по-моему, был еще тогда, а нет, я вру, это было с проектом, значит, Павел Павловича Грая, вот тогда, наверное, скорее всего, Михайлов был, значит, и в связи с этим, значит, правительство Российской Федерации, значит, так, РСФСР имеет в виду, она поставила вопрос, что в связи с тем-то, с тем-то, с тем, а тем более тогда уже начались проблемы, значит, так, с бюджетом и так далее, значит, они под благовидным, скажем, примером, в связи с тем, что люди возмущаются и не хотят, они взяли, свернули этот проект. Что мы получили, в конце концов? Ничего. Ничего, на сегодняшний день, вот то, что мы получили, тогда бы, естественно, конечно, если мы в Волго-Чаграй, там, значит, канал был бы у нас, был бы атомная электростанция, значит, на мой взгляд, мекается, все-таки, такая ситуация, как сегодня у нас была, она была бы, наверное, по-другому все-таки. Ну, да, сейчас атомная электростанция, нет воды и электроэнергии, да, дорогая. Сейчас в Волгодонске ее поставили. То есть, вы хотите сказать, то, что тогда, если бы сделали, то сегодня бы таких проблем не было? Конечно, конечно. Я еще к тому говорю, дело о том, чтобы тогда была, вот, нас хаят, говорят, вот, не могли ничего не сделать, ну, вы мне извините, по тем временам, я вот просто приведу цифру, значит, так, как Калмыкия имела прибыль в один миллиард рублей, когда, значит, доллар там был сколько там? Три рубля. Да нет, в обменных этих, он стоил там около 80 или там 90 рублей, а уже покупалась он по три рубля. Поэтому говорить о том, что, например, мы там ничего не смогли, это нельзя говорить. Было, конечно, много было трудностей и все остальное, но тогда люди жили, бесплатная медицина была бесплатной, образование было бесплатным, но реально, да? Да, Николай Иванович, я согласен, даже вот, когда я, мои гости приходят, и вот люди такого, он уже, во-во, розыск, они всегда с радостью, с такой добротой, с удовольствием, с любовью вспоминают те времена, когда они были, вот, именно во времена, в советское время. Николай Иванович, ну, переходим к нынешнему, да, вспоминать то, что раньше было хорошо. Что сейчас, я спрашивал про настроение, какие планы, какие задачи ставит коммунистическая партия на предстоящих выборах? Как вы, вот, хотел поговорить, как вы относитесь, отнеслись к изменению законодательства по избирательной системе, по одномандатным округам? Поговорим, давайте, о ваших одномандатниках, сильные, не сильные, как вы это оцениваете? Ну, оцениваем, да, партию власть еще, вот, я об этом бы хотел сейчас поговорить с вами немножко. Ну, вообще, к смешанной системе, мы ее... Вы ее призывали всегда. Да, мы всегда поднимали этот вопрос, тем более, что он законодательный инициатив, в этом, как его, в плане законодательных инициатив, он стоял. А вы в насилие уже, да? Нет, он стоял. В план законопроектных работ вы... Конечно, конечно, он готовился, он стоял и все. Единственное, что там проблема была у нас, в чем, значит, мы не согласны были, мы просили 50 на 50, вернее, в нашем законе было 50 на 50, значит, сделали 17 на 10. Ну, сделали, сделали, нормально и все остальное. Значит, в чем там какая-то, да? Нарезка вас устраивает? Как что? Нарезка округлого. Да ее по-разному можно нарезать. Поэтому здесь, знаете, к этому относиться надо, в принципе, еще раз говорю, нормально. Поэтому сейчас, тем более, нарезали так, вот сейчас мучаются все. Мы же говорили, нельзя так нарезать. Ну нет, ну пошли так. Я говорю, ну ради бога, нарезайте, но вы придете к тому, что вы потом все-таки вернете к этой нарезке. Потому что вы тех людей, которые уполномочены заниматься, вы их поставили в такие невыгодные условия. И, к сожалению, в том числе, вы затрагиваете права избирателей. Конечно. Ну я говорю, ну ладно, болот ты, пусть будет так, хорошо. Значит, что касается трехдневного голосования, мы против этого. Для того, чтобы, например, 80-90 тысяч человек у нас проголосовал достаточно одного дня. Зачем людей мучить-то? Очень печально. Да, то есть, если, например, для жульнической схемы, например, там где-то холькат-сукат там что-то сделать, например, да. Это необходимо. Это да, им необходимо. А так, я считаю, во-первых, это посчитает быстро, все сделал, за один день проголосуют люди. Как раньше было, пандемии нет. Да, пандемии нет. Конечно, для того, чтобы, например, сохранить здоровье людям, надо было это делать. На сегодняшний день все нормально, никаких проблем нет. Что касается еще каких-то вещей, новшеств, которые были, они, в принципе, нужны. Мы не можем стоять на месте, значит, так. И тем более, что мы к смешанной системе пришли почти предпоследней, по-моему. Сейчас вот в Ингушетии где-то осталось и все. Больше нигде нет. Все представительные и законодательные органы в России перешли на смешанную систему. Мы считаем, что это нормально. Вот сегодня, я вот хочу сказать, на сегодняшний день из 17 наших кандидатов, одномандатных округов, значит, почти две трети являются молодыми людьми, которые никогда не участвовали в выборах. Они впервые участвуют. То есть, обновление партийных... Да, на две трети. То есть, 70% людей, которые сегодня пришли к нам, это люди. Из них, я хочу сказать, 30% это не коммунисты. Это не коммунисты, это беспартийные все молодые люди и все. То есть, я хочу сказать, тот тезис, который мы взяли, значит, программу в 2019 году, что мы широко открыли ворота, да, будем говорить так, да, о том, что мы привлекаем молодых людей, которые сегодня инициативные, инициативные, в профессиональном плане подготовленные, значит, так, но, к сожалению, тот лифт, который единственный, который есть, он их не подпускает. И тем более, естественно, конечно, они влияют на кадры. Мы разрешили, сказали, мы в 2019 году подходили, по 2020 году мы, в принципе, прошли. Ну, в 2021 году, пожалуйста, мы тебе дали возможность, значит, проявить себя и все остальное, значит, вокруг тебя собрать молодых, значит, инициативных, профессионально подготовленных людей. В этом году мы тоже так сделали. Вот я говорю, две трети людей, это не коммунисты, это молодые люди. Они разные, еще раз скажу, с разными взглядами и все остальное. Их одно объединяет. Они патриоты. Они патриоты, они хотят улучшить ситуацию у себя в республике, в родной своей республике. Вот их это объединяет. Подходы разные. К сожалению, конечно, очень трудно с ними. Очень трудно с ними. Бывает, бывает. Да. Поэтому ты прекрасно знаешь. Рвутся в бой. Да, рвутся в бой, значит, но в бой идут, к сожалению, например, хотят заранее проиграть. Я говорю, так не надо идти. Надо идти для того, чтобы выиграть. Стратегически. Стратегически надо смотреть не в себя под ногами, значит, а все-таки голову поднять, посмотреть ширь, вдаль, значит, где что там тебя ожидает и все остальное. Я хочу сказать про, у нас все почему-то руководители, которые были, все время говорят, когда начинают митинги или же начинают критиковать, они говорят, собака лает, караван идет. Так вот, я хочу сказать, например, собака не просто так лает. Она предупреждает, она предупреждает, караван, что там может что-то стучится, да? Может быть, волки ждут. Понимаете, в чем дело? Это она... То есть по-другому я... Нет, но она имеет два смысла. Два смысла. Поэтому просто мы же тоже иногда критикуем, говорим, но мы критикуем и предъявляем, значит, какие-то вещи для того, чтобы исправить эту ситуацию. Не всегда... Пока не произошло. Пока не произошло. Потому что туда уйдет, и этот караван уже не вернешь. Поэтому в этой ситуации, естественно, конечно, с молодыми людьми, значит, очень сложно работать и все остальное. Ну, я хочу сказать... Но самое главное, что они идут, Николай Ильич. Да, идут. Они идут, и они действительно патриоты. Я более того скажу, значит, вот я открыто говорю здесь, правду говорю. Я многим ребятам, они не говорят, что они идут от Кумпартии. Я им сказал в глаза, говорю, проиграете, не говорите о том, что мы вам не помогли сюда сделать. Почему? Почему? Вот посмотрите, 30% людей голосуют за Кумпартию. То есть за Кумпартию, не за единого кандидата, значит, так. И сегодня звонят и говорят, спрашивают у нас, кто у нас по округу идет от коммунистов. То есть человек, когда работал у себя на округе, он не сказал, что его выдвинула КПРФ. Понятно, что у нас же все-таки дисциплинированный, скажем так, электорат, да? Тем более ядерный электорат, он дисциплинированный. Если он оттуда не идет, они... То есть вы хотите сказать, что ресурс у партии еще есть и 30% огромный? Конечно, конечно. Вы, та партия, одна из которых у нас в республике, выдвинула 17, всех кандидатов по одномандатным округам и закрыла, соответственно, территориальные группы и список. Это Единая Россия и КПРФ, а я так понимаю, у других партий не очень много тергрупп, мало людей. И вопрос такой, сложно ли было набирать кандидатов, надо их искать, людей нету или наоборот, они шли. Меня вот это вопрос интересует. Тебя жило сейчас набрать? Очень сложно. Очень сложно. Понимаете, мы же все-таки, каждая партия предъявляет к своему кандидату какие-то требования, условия, значит, так, чтобы он думал. Во-первых, это необходимо, ну, по крайней мере, у нас партия так. Это необходимо учить национальный состав, обязательно порядок, значит, так, все-таки у нас многонациональный республик. Плановой признак. Да. Второе, значит, естественно, конечно, он привережность наших сторонников, он или не сторонник, значит, так. Работали раньше наши структуры, работали ли он в выборных этих органах, работали ли нет, значит. Ряд перспективных, образования в обязательном порядке нужно будет, потому что, идя в депутаты, мы же рассчитываем, что этот человек, молодой человек, мы его рассчитываем на то, что он дальше будет находиться в кадровом резерве. Независимо от того, он коммунист, не коммунист, если, например, он себя проявит нормально, профессионально, в плане, значит, или в районном муниципальном образовании, или в городском муниципальном образовании, или же в Народных Хронах Республик Калмыки, этих ребят обычно замечают. А, то есть, вы хотите сказать, если он пришел, даже если там не победил, но он все равно с нами, и он дальше идет, и, естественно, из жизни этого, когда-нибудь, когда-нибудь меняется до и после выбора он уже... Нет, нет, нет. Эти люди всегда находятся на, как бы, подсвеченной, они всегда... Да, мы их всегда рассматриваем, значит, в любых ситуациях, значит, они являются нашим кадровым резервом. То есть, они не теряются вообще от нас никогда, они вот пришли, и мы за ними смотрим. Вот как они себя проявляют. Мы, более того, мы еще иногда бывает, что, в том числе и руководцы республики, обращаясь к тому, чтобы мы подавали кандидатуру какую-то, ну, не знаю, каким образом там проявляются у них такие эмоции, будем говорить, да, в нашу сторону или там к другим партиям, значит, ну, по всей видимости, может быть, у них кадровая скамейка там пустая, значит, или же считают, что необходимо с такими-то наклонностями человек, чтобы пошел, работал там в правительстве или на уровне района муниципального образования и так далее, и так далее. Такое есть, и в течение двух созывов нам приходилось с этим работать. Спасибо, Николай Ильич. Для меня было прям, ну, наверное, таким приятным удивлением появление в списке у вашей партии Петра Валентиновича. Вот, Петр Валентинович был на интервью, сказал, пригласили, согласился, иду работать. В связи с чем было такое ему предложение, почему решили именно его привести к себе? Да, вообще, выбор Петра Валентиновича, я к всему, ну, мы работаем почти 10 лет в народных урале, он работал председателем контрольной и счетной палаты, значит, мы с ним очень долго, так сказать, работали, и, в принципе, у нас были взаимоотношения рабочего характера и все остальное. Но здесь просто никто не знает, что Петр Валентинович, мы, я служил в армии, значит, в городе Череповце, в Вологодской области, а Петр Валентинович проходил там практику, будучи, значит, студентом. И мы проходили, и работали, значит, у нас был, я, как бы, часть наша была двойного направления, значит, там было такое производственное объединение «Севросталь», это огромный комбинат, там, значит, коксохим, сталилитейные предприятия и так далее, это огромный такой, почти город в городе, и он там работал. И, кстати, я хочу сказать, что это был один-единственный студент, который директор «Севростали», представьте себе, это у него уровень какой был высокий, значит, он его персонально пригласил обратно работать туда. Петра Валентиновича? Петра Валентиновича, да. Со студенчика? Со студенчика. Он, кстати, в то время, значит, Мордашов тоже работал там, даже, по-моему, даже после пришел. Вы вместе там как-то пересеклись? Нет, мы просто знаем, нет, он, он знает. То есть, вы оттуда друг друга знаете? Да, да. Поэтому и Петр Валентинович, если, например, он бы не ушел оттуда, вполне возможно, вместо Мордашова он был бы там, стал бы руководителем «Севростали». Но я как-то в шутку говорю, но получилось так, что, к сожалению, мама его пригласила, потому что отец, значит, умер, и он должен был вернуться в семью, чтобы, ну, естественно, как сын старший заниматься. У него очень высокая подготовка, и более того, значит, я хочу сказать, Петр Валентинович, человек никогда не, как бы, не виляет, он всегда говорит прямо. Я просто заметил, когда на сессиях, когда он давал оценку бюджету, оценку, значит, исполнения государственных программ, он имел свое мнение. И он говорил так, если, например, не хотел говорить, а была, значит, справка, анализ был, который сделал. Он говорит, я в анализе все сделал, у меня более, как неких вопросов нет. И тогда, естественно, конечно, вступали мы, потому что мы читали тот анализ, те итоги, которые он подвел, значит, там был еще четко разложен, значит. Это был профессиональный такой подход и все остальное. Конечно. То есть качество его профессионализма, да? Нет, это всегда было. Ну, представьте себя, и не случайно он стал героем труда, из профессионалов, сельхозников, он стал первым героем труда. Героем Калмыкии? Героем труда Калмыкии. Героем Калмыкии заслуженный экономист. Он вообще заслуженный экономист, значит, Российской Федерации. Более того, он, значит, является одним из лучших экономистов Российской Федерации именно по контролю КСП. Более того, значит, он является не только лучшим, да, будем говорить, из своей профессии, значит, он был первым заместителем, был министр сельскохозяйства Республики Калмыкии, да? Ну, понимаете, что, говорю, позиция первого заместителя, значит, он со всеми работал, знал каждое хозяйство и так далее, и так далее. Он был самым молодым директором, значит, одного из крупнейших совхозов в Сарпинском районе. Вы знаете, он пришел туда, значит, после героя социалистического героя Литвинова, который, значит, гремел у нас не только на... Естественно, конечно, после него принимать и держать эту такую высокую, значит, рамку... Он даже улучшил, говорю. Да, он даже улучшил. Если он героем после этого стал, то его... Поэтому я считаю, что он как гражданин, как патриот, как человек, который знает, глубоко погружен, значит, в экономику народно-хозяинского комплекса Республики Калмыкия, значит, так, он как депутат принесет очень много пользы. Да, я считаю, что он усилит не только вашу фразу, он усилит очень хурал. Хурал, это будет полезно. Конечно, очень будет полезно. Поэтому, когда я ему предложил, значит, встать в наши ряды, так будем говорить, да, я ему объяснил, говорю, ты не фракцию и не компартию будешь там поддерживать. Ты поддержишь в первую очередь, естественно, конечно, в профессиональном плане, да, это, естественно, хурал Республики Калмыкия, значит, но самое главное, люди просто увидят, что такие профессионалы приходят, хурал, работают. Да, это отлично. То есть, это будет, во-первых, бюджет будет... Я вообще считаю, что это прям такое очень правильное и в настоящее время необходимое решение было это сделать. Санал, я более скажу тебе, значит, я вот из 17 одномандателей, которые пришли, там вообще ни одного случайного человека нет. Значит, на сегодняшний день, я хочу сказать... Ну, я хочу отметить, например, Оксану Санжинову, значит, это, во-первых, человек, который с твердой жизненной позиции, убежденный. Конечно, иногда это мешает иногда, но он такой человек, она такой, вернее, человек, значит. Естественно, я к ней иногда прислушаюсь, значит, иногда бывают у нас и разные подходы, да, к тем темам, например, или идеям, которые у нас существуют, тем проектам, будем говорить, да. Ну, естественно, конечно, она прислушается, но... За период работы в избиркоме она показала... Да, я убежден, что это будет очень хороший депутат. Еще о ком бы сказал бы, я сказал бы о Донаре Шелхановой. Вот вопрос, почему ее появление для многих стало удивительным. Все ждали ее интервью, даже писали то, что с единоросов коммунисты и тому подобное. Почему тоже было такое принято решение? Ну, бывает обратно, что с коммунистов единоросов ходят. Тут странного-то ничего нет, Элоги, потому что на сегодняшний день мы считаем, что те люди, которые коммунисты, которые ушли в единоросов, особенно, значит, с КПСС, которые перескочили в единоросов, это называют их сейчас спящими агентами. Оттуда ушли. Да. Донар и Шелханов тоже не случайно выбран. Дело в том, что последние... Мы вообще, когда идет, значит, разговор о бюджете, значит, по приемке бюджета и все остальное, значит, конечно, для нас очень важно это социальный блок. Это здравоохранение, образование, значит, культура, значит, в том числе, значит, и социальный блок, имеется в виду, министерство социального обеспечения, которое там работает. Это очень важный блок, в котором эти люди, которые должны быть защищены по полной мере, значит, это государственная политика должна быть такая быть. Ну, более, так сказать, мне пришлось работать с Министерством культуры. Естественно, конечно, для меня очень важно, чтобы в Народном Хурале были люди, которые, в общем-то, на сегодняшний день знают и управление, значит, так, в том числе экономику и так далее, так далее. Донара работала, значит, очень долгое время руководителем оркестра, руководителем, не просто это. Поэтому ее, как бы, в профессиональном плане, ее подготовка, значит, так, опыт, да, в все этом отношении, вот, мне для нас было важно. Естественно, конечно, вот, когда разговор шел каким-то образом, значит, я хочу сказать не только о ней. У нас было несколько кандидатур по, скажем, из сферы, да, культуры, значит, да, это очень заслуженные, любимые, да, артисты. С ними был разговор, значит, ну, остановились пока, так, на Донаре. А ДС по направлению будет, да, вы в ДС? Еще кого вы хотели бы, Владимир Николаевич? Ну, хотел бы, вот, из молодых, конечно, отметить Сергея Цимбалова, да, он довольно-таки боец. Не молодой, уже опытный. Ну, опытный, уже мудрый, да. Ну, все равно он по возрасту еще молодой, значит, но он прошел очень хорошую школу. Человек-ветеран, награжденный, значит, орденом мужества, прошел тяжелейшую войну, значит, так, был ранен, и ран очень тяжелые были, значит, так. Тем не менее, он восстановился, и сегодня был депутат, дважды был депутатом ИГС был, сегодня идет на второй созыв, он идет, даже на третий созыв он идет, значит. В этом хоррале я считаю, что он очень полезный человек, очень полезный. Более того, к нему относятся, доверитель относятся многие, значит, наши избиратели. Из молодых, значит, Бориса, Болея Бориса Александровича, молодой человек, он только-только начинает свою политическую карьеру, значит, хочу сказать, что он человек такой, знаете, очень честный, значит, такой романтичный, да, человек. Он сегодня хочет очень много сделать, успеть, и самое главное, он не боится этого. Он не боится, и говорит, я готов работать, значит, так, внести какие-то вещи новые, например, за собой повезти молодых ребят, значит, которые вокруг него. Более того, вы знаете, у него общественная нагрузка, значит, он сегодня занимается, и подтянул ребят, которые сегодня занимаются спортом. Это очень сложный спорт. Традиционный конус. Традиционный конус спор, значит, это, значит, на лошади, с луком, значит, необходимо вот в этих вещах, значит, разбираться. Ну, представь себе, человек, который с луком не может попасть, значит, а это на лошади. Еще и на лошади. Еще на лошади попасть надо. И он, я считаю, что он, как бы, воспитывает именно патриотов людей, потому что, если ты любишь спорт, там, животных и все остальное, ты, естественно, конечно, к каким-то таким глубоким традициям уходишь. Конечно. Вы отмечаете городских, а вот кто в районе у вас? Ну, в районе, я, например, отметил бы тоже молодого из молодых ребят, которые пришли в политику в ночь, пришли. Артем Ирниев, по Сарпинскому. Это уже мое доверенное лицо. Значит, по Сарпинскому району Артем, значит, он, в принципе, закончил высшую школу милиции. Он юрист, подготовленный, значит, за ним тоже есть целые плеяды ребят, которые его поддерживают. По Сарпинскому, Молдребецкому району тоже таким же образом его поддерживают, да. Очень качественный человек. Очень, очень он такой, знаете, подход у него такой. Более того, еще молодых ребят, которые пришли на сегодняшний день, я бы отметил бы и Китивееву Бадму, значит, который идет у нас в Комсомольске, там, ой, Комсомольске, он сам, уроженец Комсомольске, а так он Череземельский район и часть Яшкульского района. Кстати, это первый секретарь, да, у вас? Он первый секретарь, да, он пришел из молодых ребят, сегодня он полон, значит, сил, надежд о том, что, например, он принесет для своего районного муниципального образования, родного муниципального образования, значит, принесет больше пользы, например, чем другие, например, депутаты. Я считаю, что многие там, между нами говоря, районы, которые представляют, ну уж как быть, уже честно надо признаться, они, естественно, конечно, таких порывов, да, патриотических, например, да, или, скажем, например, там, родных, да, в отношении своих избирателей, они, конечно, не проявляют. Я уверен, просто эти ребята молча сидеть не будут. Кстати, меня еще впечатлил знаниями, своим опытом у вас по Юстинскому району, Олег Питкеев идет. Кстати, хочу его тоже отметить, дело в том, что Олег Питкеев, он работник газовой сферы, значит, вы знаете, они, будем говорить, монополисты, вот, естественно, конечно, ему было очень сложно, я, насколько знаю, открыто скажу, что его приглашали, значит, руководство приглашало, сказал, на каком-то основании там идешь, кто тебе вообще разрешил, он человек такой прямой, он сказал, я его спрашиваю, точнее, не собираюсь, это мое решение, значит, тем более, меня пригласили, пригласили меня, значит, там был разговор, и мне пригласили, сказали, ты готов, пойдем, мы тебя поддержим. Почему я должен отказываться? И дело в том, что сегодня в Юстинске районе очень многие знают, дело в том, что он провел почти ко всем поселкам у себя там, да, и половине республики, он проводил газ. Хороший опыт. Поэтому, да, он еще хороший специалист, хороший специалист, значит, его хорошо, в принципе, все знают. Я бы отметил еще бы, вот, Александр Поляков. Ну, хочу сказать, да, для нас это открытие, вообще. Открытие? Да, да, я хочу сказать, это молодой коммунист, уже парень пришел, и, в принципе, ну, как молодые ребята, он там интересовался, присутствовал, там, занимался и все-все остальное. Вот, и партийная организация, он появился буквально недавно, год-полтора назад, значит, так, ну, он там сильно так проявил, в принципе, и, ну, меня удивило другое, значит, он боец. Да. Я хочу, вот, городовиковцы, если на меня смотрят, там, например, да, хочу удивиться. Это единственный человек, который, причти по всему городу, пришел, значит, каждую послушался дверь, и пришел к ним познакомиться лично. А, он мне обещал, что я пройду весь район. Он, нет, ну, весь район не знает. Он, наверное, в начале же он был проект, и вот он сказал, я хочу пройти весь район. Вот, видимо, прошел уже. Да, и знаете, это вот физически... Город обошел. Да, физически очень, очень тяжело, всем небе, но он молодой парень, и самое главное, вот мне доложили, сказали, не только город, значит, он прошел, да, вот, но и в тех посеревных пунктах, где он, значит, да, и он сам лично ходит там со своими ребятами, раздает и все. Очень адекватный и осознанный парень, не молодой. Да, он, во-первых, значит, нужно отдать должное, все-таки, еще раз говорю, в чем их, вот, значит, общая такая цель. Что их объединяет. Это вот отношение к тому, что, например, что сегодня творится, они хотят улучшить эту ситуацию. И знают, как это сделать. Иногда, знаете, они вот такие идеи предлагают, значит, так, я просто думаю, ну, не знаю. Наверное, если бы я имел бы, например, да, там, скажем, какие-то, банк свою собственную, я им просто выставил деньги и сказал, на, тебе деньги, иди, делай вот то, что ты на прибыль. Прибыль приносите. Да, да, прибыль приносите там и все остальное. А вот еще меня впечатлил, прям, Виктор Александрович Кабаков, Владимир Владимирович. Да, но даже с ним находиться рядом и слушать его можно было просто не задавать вопрос, открыть рот и слушать его. Так я говорю, очень впечатлил. Ну, я хочу сказать, это один из ветеранов партии. На сегодняшний день он проработал почти всю свою жизнь работал учителем. Значит, его не только в районе, но его в республику уважают, знают его прекрасно. Значит, это он, кстати, сохранил. Вот мы сейчас возвращаемся к труду, значит, да, к школе труд, чтобы остановиться. Он все мастерские все сохранил. Ну, самый лучший класс, он говорит. Да, самый лучший класс. Министерство образования, на сегодняшний день, республика Калмыкина, ставит его пример. Потом все разбазарили, а он сохранил все это дело. И, в принципе, по течение последнего времени, например, когда я трудаю, он и проводил, так и делал на сегодняшний день. Более того, он сегодня возглавляет, значит, Вознесеновское сельско-муниципальное образование, депутатов сельско-муниципального образования. Председателем являетесь. Председателем. Да, он, еще, так сказать, он немаловажный, что он казак, да, и он это гордится тем, что он является потомственным казаком. Вот. Это человек очень умудренный опытом, значит, во-первых, образованный, значит, профессионал своего дела, значит, так. Очень почитаем на территории Целиного района, там, и других, в среде своего учительского сообщества, очень почитаемый человек, значит. Он является, я сказал уже, да, ветераном партии, бессменным членом бюро республики. Он заслуженный тоже работник или учитель, учитель Российской Федерации. Да, 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 совершенно верно. Да, у вас есть заслуженный артист Российской Федерации. Заслуженный артист. Герой, заслуженный экономист Российской Федерации. И герой Калмыкии. И герой Калмыкии, совершенно верно. Вот таким составом идете, вы так очень хорошо о ней говорите, с такими положительными эмоциями. На что рассчитывает партия? Удастся ли нам тот задел, который мы в 21-м году подняли, удержать или будет лучше? Ну, вы знаете, только победа может удовлетворить партийную организацию или того человека, который идет на выборы. Если он хочет взять какую-то часть, так скажем, да, ну, в принципе, какой смысл было, так сказать, заряжать ружье? Да, да. Поэтому, конечно, каждая партия, политическая партия, она настроена всегда на победу. Более того, значит, все-таки, я уже сказал, опыт, опыт, самая опытная партийная организация сегодня Российской Федерации, это Компартия Российской Федерации. С учетом того, что все те, вот, как я уже сказал, да, мы являемся преемниками коммунистической партии Советского Союза, значит, все то, что накоплено, лучшее и все остальное, значит, мы взяли сегодня сюда на вооружение и сегодня работаем с нашими сторонниками, членами партии, значит, и ставим перед ним задачу. Только победа. Николай Денисович, спасибо за ответ. Давайте немножко поговорим о ситуации в городе. Я думаю, вчера один, позавчера Олег Сохоров, политэксперт, сказал то, что ситуация в городе увеличивает шансы коммунистов на победу вывести. Вы с этим согласны, нет? Вообще, давайте про ситуацию обсудим и потом к этому выводу придем. То, что в городе творится, коллапс. Конечно, коллапс. Ну, я хочу сказать одно. Вообще, к этому вопросу необходимо подходить профессионально. Вот я, например, не профессионал в этом деле, значит, но, в принципе, я, как бы, слежу за этим событиями и смотрю с другой политической точки зрения, смотрю на эту проблему. О том, что город находится в таком состоянии, мы знали еще при Кирсане Николаевичу Минжунове. И еще при советской власти занимались этой проблемой, значит, так. Поэтому говорит о том, что, ах, сегодня коллапс произошел. Приско, да? Да, и не знаю. Ну, это глупо вообще, конечно. Другой вопрос. Все знали, но ничего не делали. Сегодня, когда, значит, по телевизору показывают совещание, значит, чрезвычайное совещание показывают у главы города, значит, так, и там сидят депутаты, кандидаты в депутаты, и там другие люди, и, значит, начинают обвинять сидящих напротив своих людей. Более того, непрофессиональные. Я так не знаю, там было плохо видно, значит, там один из кандидатов в депутаты кричал и говорил, что мы вам 600 миллионов дали, куда это вы дели и все остальное. Я так удивился. Я, в принципе, бюджет города лучше знаю, чем депутаты ГС. У них там проблема и с бюджетом очень высокая, значит, так, потому что там нет никаких средств для того, чтобы восстанавливать вот эти вот вещи. Они тоже кредитуются. Они кредитуются. Ну, а на сегодняшний день, вот, насколько я знаю, около 100 миллионов, значит, у них кредитов. Вообще у них кредиторская доложность очень высокая. И случайно прокуратура постоянно указывает о том, что берут, значит, какие-то вещи, а потом им не расплачиваются. Ну, это не только города, но и, к сожалению, например, и наших отраслевых министерств. Значит, и говорить о том, что такие вещи закладывают, ну, это неправильно. Раз ты плохо в этом разбираешься, зачем тогда на телевидении об этом говорить? Это же просто был пиар. Сегодня я откровенно говорю так. А если, например, профессионально подходить к этому, значит, на сегодняшний день необходимо вот в этой ситуации, значит, срочно, прям срочным образом ситуацию исправлять, сегодня запрашивать. У нас нет средств. Но сегодня запрашивать необходимо, что правильно делает руководство, сегодня объективно нужно сказать, что делает правильное руководство республики о том, что они сегодня на федеральном уровне запрашивают средства для того, чтобы эту ситуацию сделать. То есть нужно что-то делать, а не искать виноватых. Не надо искать виноватых. Значит, сегодня необходимо это сделать, составить программу, четкую и ясную, где вы хотите все это менять, запросить эти деньги. Мы входим в зиму, у нас, извините, коллапс неводный только будет. У нас вопрос стоит очень серьезно, и по водоотведению, то есть канализации, у нас проблемы соседит и по свету. В прошлом году на Новый год. У нас проблемы и по газу. С газом проблемы. С газом проблемы. У нас тоже трубы, значит, пропускают газ. А, все, вспомнил. То есть никогда нельзя одним уходить и говорить, что там у нас проблема. У нас она такая, комплексная проблема. Ее необходимо сегодня решать, потому что дальше будет хуже. Не дай бог, не дай бог, если, например, там случится такое, значит, город останется вообще без жизнедеятельности, то есть без инфраструктуру жизнедеятельности. Более того, хочу сказать, значит, в этом, кто не счет ответственности, полной ответственности. Не только глава администрации, значит, города, значит, так, депутат и депутат и лесенцы городского собрания. Это они принимают бюджет, они ответственны за бюджет, значит, и то, что творится в городе, это их ответственность. Они, Шафран, как и отчество там, не знаю, Григорьевич, они нанимают его. Ну, раз вы такого наняли, значит, главу, кто виноват, что он такой уж, так сказать, нерадивый, как вы сейчас хотите все это дело свалить. Ну, это же неправильно. Если вы знали, что это происходит, ну, снимите, поставьте другого. Как, например, главу водоканала, как вы называете, значит, что он виноват там. Это один вопрос. Потом. Вот эта проблема, я же говорил, она застарелая. А на сегодняшний день вот эти вот точные застройки, в первую очередь, особенно в центре города, это влияют они. А кто дает разрешение на точную застройку? Депутаты городского, лесенцы городского собрания. Это впрямую они сегодня, зная о том, что изношенные все сети, они сегодня многоэтажки это ставят. Да, изменяет разрешение на использование для строительства. Конечно. Это не администрация делает? Нет, разрешение дает, разрешение дает, значит, на точную застройку и лесенцы городское собрание. Потому что там меняется ситуация, то есть они уделяют эти, они меняют, дают разрешение на ИЖС. Изменение территории. Конечно, конечно. То есть есть земля. Мы, 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 если понятны. Так. Почему я в таком случае, почему раньше об этом никто не говорил? Как не говорил, работал никто? Нет. Просто вы поймите, дело в том, что многие работают, говорят, все это делать, говорят на митинге. И надо это делать, говорят на митинге. Когда впервые произошло то, что произошло, это было, значит, насколько я сейчас помню, по-моему, 2015, 2016, 2017 год, когда вопрос стоял, значит, водоканал отдать, значит, концессию. За это там тогда кричала, там, стояла за этим, такая была министра Ткачева, ЖКК. Значит, она убедила, значит, главу республики о том, что надо отдать водоканалу концессию, значит, отойти от этого и сидеть, значит, хлопать в ладоши. Когда мы это узнали, я лично, если с Горяем был на приеме, значит, водоканал, мы говорим, этого делать нельзя, потому что вода, она стратегическая ситуация, она всегда должна находиться под контролем государства, под контролем республики, даже не города, а под контролем республики. Ну, сколько населения здесь живет? Ну, это же почти 45% населения живет здесь, в том числе и избирателя тоже. Вы ставите, говорю, если произойдет это, вы ставите. Дело в том, что при переходе, значит, вот, передачи его, там, будем говорить, в аренду, значит, так, она несет какие-то полномочия за тем, кто берет, значит, так, и в аренду, и за арендодателем, значит, так, тоже стоят какие-то эти. Что он сделает? Ну, да, он, возможно, сегодня, ну, условно говоря, там, 200 миллионов на 200 миллионов сделать ремонт, но там же право остается, каким образом он деньги должен вкладывать, то есть, инвестиционные какие-то вклады, они должны принести прибыль. Как прибыль, значит, мы можем сделать? Только повышением тарифа. У нас и так тариф завышен, то есть, мы сегодня, и это надо открыто говорить, что мы сегодня получаем не питьевую воду, но платим как за питьевую, значит, а как техническую. Поэтому мы тогда говорили, что город должен платить половину того, что он получает, потому что город сегодня эту воду не пьет. Мы об этом прекрасно знаем. Ну, да, с автоматом вода. Более того, я еще хочу сказать, очень много технических вопросов связано, значит, и с подачей, с магистральным водопроводом, значит, там очень много вопросов, значит, с этим насосными, значит, ну, и так далее, и так далее. То есть, говорить о том, что, например, с краю там взять, вот, прорыв сделали, и все остальное нельзя. Надо к этому подойти очень комплексно. На это ставить необходимо людей, которые знают это, профессионалы, значит, так, и контролируют их. Коммунисты будут этим заниматься в следующем соде. В силу того, что мы являемся законодательным органом и все остальное, значит, так, но я думаю, что парламент с контролем должен быть. К сожалению, например, мы, вы знаете, да, о том, что мы несколько раз просили, чтобы парламент с контролем назначить по Улахеще, по заводам племенным, значит, чтобы мы там проверили, что там творится, потому что имущество является государством, то есть, републиканским. И мы имеем полное право контролировать. То есть, везде должен быть парламент с контролем. Контроль, значит, по водоводу, который прошел, значит, из подземных вод и то есть все такое, нам же не дали. Мы говорим, что там должен быть контроль, значит, по соглашению с этими нашими нефтедобывающими компаниями, имеется в виду КТК, значит, и Лукоил. Ну, нам же везде перерывают. А кто это делает? Большинство, которое сидит у нас сегодня в народном хурале. Хорошо это заметить. Большинство, которое сидит. Мы же говорим, что необходим этот контроль. Если был бы этот контроль сегодня... Пример приведу просто. Еще один позитивный пример. Значит, когда мы начали капитальный ремонт школ, 17 школ было в прошлом году, вели их, значит, так. Кстати, я хочу сказать, что были проблемы какие-то были, да, их учли. И сегодня 24 школы, которые сдали, значит, в этом году, значит, да, все были учтены. И, кстати, качество капитальный ремонт очень выросло. То есть, вы об этом уже... Я хочу подтвердить, я хочу сказать. Более того, на следующий год, по-моему, на сегодня, я не знаю, плюс-минус, там, может, 30 школ будет ремонтироваться. Но, может быть, и больше будет. Знаете, что решило, это качество решило? Это контроль. Когда министр, значит, образования на сессии сказал, Николай Ильич, я знаю, что вы контролируете одну из школ, значит, да. И она мне поблагодарила, сказала, я сказал тогда, а вы возьмите на вооружение, говорю. Чтобы вот все не сидели здесь, значит, так и разговоры не вели. Разговоры они разговаривали. А пусть выезжают и смотрят, как контролируется. Ну, в принципе, не знают про экстремент документации, там, не специалист. Ну, возьмите с собой, посмотрите, помогите директору, в конце концов, чтобы этот качественный ремонт все-таки сделали. Потому что давление на директора очень большое. И глава давит, значит, районы, министр там давит, значит, контролирующие органы давят и так далее, и так далее. В этом отношении, если будет так, то, я думаю, качество, особенно по качеству дорог, ну, это тоже парламент, контроль должен быть. Мы сами вместе ездили. Мы сами вместе ездили. Ну, посмотрите, вот сейчас дорогу показывают, там, ну, обвиняют всех, там, буквально кого-либо. Ну, если, например, директора, ой, Хурал, парламент, ЭГС, районы, муниципальные образования депутата будут выезжать, я думаю, больше будет пользы. Ну, потому что все вместе. Конечно. Ну, одно же дело делаем. Конечно. Думал задавать, не задавать этот вопрос, недавно, когда я интервью с Олегом Цоховым, он был, он с политическим экспертом, он там бросил фразу такую, что мы здесь, у меня в офисе все собирались, все вот это вот продумали, как будет проходить предыборная кампания. Вы тоже были в этом офисе, продумывали, как будет проходить кампания или как. Да, Олега Цохорова, ну, скажу, знает давно, но я его знаю с позиции как предпринимателя и как человека, который занимается благотворительностью. Вот с этих двух точек зрения я знаю. Знаю его еще с 90-х годов, когда он начал заниматься предпринимательством, значит, очень много делал благотворительной деятельностью, его знаю, значит. Ну, как политэксперта или как политконсультант, я его слышу впервые вот на вашей передаче о том, что у него несколько там занималось и все остальное. Мы с ним часто встречались, разговаривали, значит, так, в принципе. Почему? Потому что и в далекие, значит, там, как говорил 2000-е годы, у меня дочь и его сын, они вместе учились в одном классе. Вот, поэтому сказать о том, что он проявлял ко мне и говорил, что я там вот такой эксперт или там, я впервые слышу, значит, хотя мы разговаривали на разные темы же, да, о том, что он мне приглашал, значит, вместе со всеми партиями к себе и мы вели какой-то там, скажем, разговор там в отношении выборов там и все остальное, ну, я вам скажу, ну, наверное, он слукавил, наверное, я не знаю, такого вообще никогда не было. А так мы встречались, да, а так, что пригласил там и в отношении договорил, такого не было. Ну, может быть, он, как бы сказать, не меня имел в виду, да, он имел, что у нас были... Ну, он же руководитель политический парт, говорит, нет, нет, такого не было. Нет, он не говорил, не говорил по имену. Если он приглашал, он меня не прошел бы. Понимаете, понимаете? Еще такой вопрос тоже всем задаю. Наверное, сегодня мы и поговорили по политической, по политической и социальной экономике ситуации республики. Но вот в целом, как оцениваете действия нынешнего правительства во главе с непосредственно Бату Сергеевичем? Бату Сергеевич, ну, как я могу оценить, например, если я... Я вам уже, по-моему, ответил его, когда сегодня у нас... Вы походили, если ремонт, вы там сказали... Нет, ну, давайте так объективно уже, да, говорит. Очевидные вещи надо говорить. Нельзя, нельзя говорить. Если, например, сегодня, вы меня извините, 17 школ, и сегодня 24 школы, значит, сделок капитально отремонтировали. Это что, плохо разве? Это хорошо. И надо развивать. Более того, если еще раз говорю, качество растет. Значит, уже то, что мы критикуем, а их доходит до них, они начинают отработать. Я хочу сказать, я вас говорю, правительство, так много экспертов говорят, что мы там чуть ли в Москве вопрос по УСАИН решали. Ну, это же не так. Это целый год решался этот вопрос, значит, и подходили с разных позиций. Там была Бозния такая, что это невозможно. Сегодня пришли и сделали вывод, что да, мы правильно сделали. 2 миллиарда 400 миллионов получить в этом году, вы мне извините, нам КТК столько никогда не давало. Вот, поэтому в этом отношении я считаю, что прислушиваются. Вот первое, что я хочу сказать, что коммунистам, межфракционной группе прислушиваются и все остальное. По всей видимости, меняется вот подход, вот два момента хотел бы отметить. Это естественно, когда глава сказал о том, что необходимо консолидировать, значит, каламыцкое общество, гражданское общество, значит, надо приходить к какому-нибудь единому мнению, значит, взаимодействовать друг с другом и все остальное. Это говорит... Сказал он об этом. Главарь, а? Где он об этом сказал? Это официально прям? Нет, нет, это было со встречи с студентами, по-моему, или что-то такое. Ну, по крайней мере, с его уст это сделано было. Я согласен с нам, с Викторовичем, что он должен быть это сделан на каком-то, знаете, совещании, например. Официально. Официально сказать, да, мы идем и все остальное, значит, это было бы, конечно, лучше. Но уже из уст человека, который сегодня возглавляет, является лидером республики, это очень важно. Второе, значит, необходимо сказать о том, что при подходе, когда подошли к выбору, значит, вот смешанную систему, значит, так, хотя там колебания были, сделать, не сделать, сделать, не сделать, но то, что, например, пошли на это, это тоже очень важно. Хотя, конечно, с перекосами там это все сделано, но, по крайней мере, мы пошли на это. Это тоже очень важный момент, хотелось бы это отметить. Что касается экономики, ну, вы мне, ребята, извините, то, что у нас экономика в том виде, который находится, значит, это наша вина с вами тоже. Да. Надо тоже им себя винить. Показатель тому госдолг, Николай Васильевич. Я считаю, что это один самый основной показатель. Да. Это один вопрос. Стоять на месте, значит, не брать кредиты, стоять на месте, не платить людям, еще что-то, тоже так нельзя работать, значит. Другой вопрос. Если мы готовы к консолидации, значит, каждый человек, который хочет консолидации, должен прийти к своей идее, функциалам своей. Давайте поговорим про консолидацию. Вы за, ну, я думаю, естественно, за, да, все думают, за, вот, вообще, в вашем комментарии по этому поводу. К чему? Про консолидацию, Николай Васильевич. Я считаю, что необходимо это делать. Согласен. Вы мне извините, вот возьмите любого человека в республике, кому-нибудь скажите, ты хочешь вредь республике, чтобы это было? Конечно, скажут, что нет. Но он не может это выразить, например, как-то правильно преподнести и сказать. Я тоже там буду участвовать, все это делать. Поэтому что необходимо сделать? Выслушать необходимого человека. Выслушать его, встретиться, поговорить, значит. Нет, значит, надо собрать какое-то количество людей, которые ответственные, да, у них есть какие-то прошлые, мудрость есть, опыт есть, персонализм. И с ними надо побеседовать. Не надо в скорлупе в этом, вы меня извините, мы ни к чему не придем, в той ситуации, которая сегодня находится у нас в республике. Если бы у нас позволяло, как, например, Саудовская Аравия, например, или в Дубае, например, иметь такие деньги и никого вообще ничего не спрашивать. Просто говорить, хочешь бесплатно учиться, на тебе деньги. Хочешь там дворец, на тебе деньги и все остальное. Никого не надо спрашивать. Но у нас ситуация совершенно другая. В этой ситуации мы должны друг к другу прислушиваться. Это первое. Второе, естественно, конечно, на политическом уровне, значит, так, я, на мой взгляд, мне кажется, если надо выслушать каждого, это первое. Надо лидеров общественного мнения приглашать к этому, к разговору, потому что они на мнение очень сильно влияют. Не надо говорить, что, например, там, ты такой-сякой. Люди же по-разному подходят. Сегодня человек говорит так, потом он осознает, что какие-то вещи, значит, приходит к другому мнению. Но это тоже необходимо учитывать. Ну, естественно. Более того, я считаю, что во многом, во многом, что сегодня в республике начинались какие-то движения, то есть, каждый задумался, да, это сыграло и выборы тоже, значит, предвыборная работа и выборы в республике Калмыкия на это тоже сыграли. Они сыграли в положительном, совершенно, они сыграли в положительном, ну, естественно, считая, там, некоторые партии на себя берут такие вещи, но мне иногда становится смешно, да, не говоря глубину вот этих вещей, проблем этих всех, да, и начинают говорить там, ну, между нами шашками там рубят и все остальное. Ну, пусть. Это, я думаю, что молодость и все остальное, опыт и профессионализм придет попозже. Но, тем не менее, молодых ребят надо подтягивать, с ними необходимо работать. То есть, вы сейчас говорите о канализации и умении договариваться, слушать друг друга, чтобы... А, ну, без взаимодействия... Потому что Калмыкия у нас одна, да, Николай Ильич? Нет. В этой ситуации, я еще раз подчеркиваю, если есть желание, и уже это желание уже, как бы, да, как бы канализируется, например, да, и говорится об этом, нам, тем более, ну, уж нам-то, людям, которые уже все-таки в политике находятся там 20, более 20 лет, необходимо к этому прислужиться. То есть, меняется взаимоотношение, внутри общества, да, меняется, и первый сигнал подает человек, который хочет что-то изменить, вот это сделать. Да, в этом отношении, я не знаю, ну, я вам один пример приведу. Я был в Китае, значит, в Синьцзянь-Угурьском автономном округе, встречался, есть там такое, ну, сейчас он, к сожалению, умер, зовут его, завалил Бада, Хо Бада его зовут. Я был у него на приеме, он был председателем, значит, всекитайского народного собрания Синьцзянь-Угурьского автономного округа. Он сам калмык, происхождение и все. И он тогда мне мысль одну сказал, когда он начал разговаривать про калмыки, он сказал, что калмыки, вы единственное, значит, ойратское государство, государство, которое имеет флаг, там, то и все остальное, говорит. И он мне сказал одну вещь, говорит, лидера своего, при всех обстоятельствах, которые не было, значит, так, плечо подставьте, говорит, не хайте его, а подставьте плечо и дайте ему возможность. И если он ошибается, к себе, разговаривайте, учите, направляйте. То есть поддержка нужна. Да, лидер без поддержки своего народа, это вы меня извините. А, к сожалению, на сегодняшний день, может быть, я не знаю, чья вина, может быть, в принципе, и в том числе и моя вина в этом есть, значит, необходимы, нужно было, конечно, какие-то подходы искать. К сожалению, четыре, двенадцать, четыре, более четырех лет, значит, вот это вот противостояние, которое пришло, оно на пользу, никому не пошло. Ну, если мы сделаем выводы, то оно будет на пользу Николаевичу. Нет, надо идти, надо двигаться навстречу друг другу, всегда. Конечно, если человек отвернулся, там, в другую сторону смотрит, ну, ну, что сделаешь. А когда есть уже какой-то такой позитивный взгляд, значит, диалог, надо идти. Николай Ильич, не могу не задать этот вопрос, наверное, смеяться будете. Как вы относитесь к инициативе депутатов Салаева и Михайлова о внесении изменений в закон, о статусе депутата Народного хурала, о том, чтобы депутаты Народного хурала отчитывались с определенной периодичностью, и чтобы отчет был там в какой-то форме, там, что-то, что-то, ну, чтобы была конкретика какая-то при наличии в законе данной нормы об отчете депутата. Я знаю, что коммунисты отчитываются, и как вы к этому относитесь? Ну, во-первых, это пиар-ход. То есть вы согласны, что это пиар-ход? Конечно, это пиар-ход и все. Дело в том, что в рамках того закона, который у нас сегодня существует, о статусе депутата, мы обязаны отчитываться перед двоими избирателями. Значит, там нет другого толкования. Другой вопрос, они хотят масло-маслянее сделать для того, чтобы пиар, а потом подтвердить, изменить закон, что там буквы поменяют, значит. Ну, в принципе, может быть и так. Ну, хотят, ну, ради бога. Пусть они выносят, и, я говорю, а так это пиар-акция, конечно. Ничего там, ничего не изменилось. Вот как вы отчитываетесь перед избирателем? Скажите, чтобы депутаты партии власти знали, как отчитываются депутаты Народного Хурала. У нас есть график. В этом графике ежемесячно, значит, мы, я эти графики подписываю, значит, ставлю все вопросы, по кем районам мы поедем, значит, этот график доводится до председателя Народного Хурала, значит, так. И этот график доводится... Да, да, да. Фракция доводится, согласовывается. Обязательно. Этот график доводится до тех людей, к чьей районное муниципальное образование мы приезжаем. По территории. Нам, соответственно, законы представляются, дома культуры, значит, все это представляют... Помещения. Помещения. Вопросов никогда не бывает. Мы всегда приходим, и что делаем? Желательно, конечно, после каждой сессии, после каждой сессии, значит, приезжать и отчитываться перед своим избирателем. То есть, что на сессии принято, что не принято, какие вопросы. Более того, я что делаю, как руководитель, значит, после каждой поездки, я ставлю, докладываю, значит, председателю правительства. Раньше это было так, сейчас не получается, значит, председателю правительства. Более того, я ставлю председателя Народного Хурала о том, какие были поездки, какие-то вопросы. Все это он записывает. Потом, куда он это девает, я не знаю, но дело в том, что, мне кажется, все-таки он... Вы Казачко отчитываетесь и говорите. Да, совершенно верно. И о чем люди говорят? Он всегда записывается, значит, так, он идет к представителям правительства или главе, я уже там не знаю. Но эта практика у нас существует уже 10 лет, мы это всегда и делаем. Более того, значит, после встречи с избирателями я прихожу в кабинет главы этого района, значит, так, или там университетного образования, мы с ним встречаемся, и я с ним вот то, что, например, люди мне сказали, я ему говорю. И говорю, каким образом все это будет справляться, что необходимо это делать. Это потом собирается, анализируется, и это вливается, знаете, куда? Это бюджет Республики Калмыкия. Почему мы никогда не голосуем за бюджет, потому что то, что люди говорят, мы привозим, отдаем, значит, на комитеты и на рассмотрение, они не принимаются. Мы, естественно, конечно, если нам избиратели, нас, наказы нам дают, это не делается, мы за бюджет не голосуем. Спасибо, Николай Ильич, за такое разъяснение. Николай Ильич, я желаю вам, нам, нам желаю победы на выборах, народный хурал. Кстати, я сегодня сдал документы, буду представлять вас в комиссии с правом совещательного голоса, республиканском избиркоме. И по традиции, пару минут вам для обращения к нашим подписчикам, тем более завтра уже начинаются голоса, Николай Ильич. Знаете, очень трудно, вот после того, что сейчас произошло, да, особенно после августовских событий, все остальное, обращаться к нашим избирателям. Что вы имеете в виду? Ну, вот коллапс, который произошел, особенно в городе, значит, ну, у меня просто было, у меня несколько раз у самого отключался свет, и представьте себе, воды нет и света нет, это вообще какой-то ужас какой-то. А вы представляете, когда, да, и я представляю, я просто так думал, ну, елки, а как вот те вот районы, да, в которых вот вода с перебоем идет, и по три дня не бывает, там вообще. Неделями не бывает. Или неделями, это вообще ужас какой-то. Поэтому я вот сейчас обращаюсь, конечно, понимаю, что вот какие-то образы, как бы вам обещать или что-то делать, я просто морального права не имею. Это говорит сегодня. Но, тем не менее, я хочу сказать, если вы хотите изменить власть, хотите что-то улучшить, всем необходимо 10 числа прийти на выборы и поставить за курючку или там галочку, там, за кого вы хотите голосовать, прекрасно понимая, будет ли это толк или не будет это толк. В этом отношении, я считаю, все-таки вы, наверное, сделаете тот выбор, который, в общем, дальше он повлияет на жизнедеятельность, да, в том числе на инфраструктуру городскую, не только города, но и агломерацию города, я имею в виду, но и районных муниципальных образований и так далее, и так далее. Надо прийти в первую очередь, проголосовать, ну, единственное, что могу сказать, пользуясь теми случаями, значит, проголосуйте бюллетени за номер два, это за партию, значит, а там где-то дальше, по одномандатным округам, конечно, за тех представителей, которые сегодня выявлены коммунистической партией Российской Федерации. Спасибо вам за внимание, терпение, удачи, ну, и самое главное, значит, чтобы изменения после 10-го, я думаю, что не произойдет, например, ну, по крайней мере, 24-25 год, на мой взгляд, на мой взгляд, мне кажется, мы потихонечку начнем двигаться. Постепенно к этому идем. Постепенно, да, к этому идем. Спасибо, Николай Азимович. Спасибо вам.